приветствую уважаемых подписчиков читателей и зрителей наших каналов вначале я попрошу тех кто будет смотреть видео версию этой публикации на ю тубе смотрите через vpn так у нее будет монетизация ну а теперь продолжим разговор напоминаю в этом цикле публикации я хочу рассмотреть экономику секретного способа производства политаризма или азиатского способа производства асп секретного потому что его изучение было запрещено в учебных заведениях советского союза и понятно почему согласно классиков марксизма ленинизма политаризм уже не только капитализма но и даже обладение если же его официально изучали в ссср то даже школьникам стало бы ясно что у нас и близко нет никакого социализма а у нас был классический политаризм мой подробный ролик о политаризме будет на конечные заставки вместе с тем здесь есть вопрос сила в нашем мире часто обратная сторона слабости и наоборот и в экономике политаризма это проявилось в полной мере его экономика двадцатом веке не раз оказывалась не просто эффективнее она много эффективнее экономики самых развитых стран именно эти вопросы я и хочу рассмотреть и наглядно показать какой великий экономический шанс упустил наш нынешний президент владимир путин напоминаю прошлых 11 публикациях мы рассмотрели вопрос о том что ссср в ходе так называемой индустриализации считанные годы стал второй экономикой мира после соединенных штатов америки в годы великой отечественной войны же он имеет только количественное экономическое отставание от так называемых стран троихи варыха то есть самых развитых стран европы в три раза он имел от них отставание только количественно это не говоря уже о качестве а также понесет чудовищные потери в годы в первые годы великой отечественной войны это сделало его количественное отставание от рейха сложно сказать даже сегодня насколько большим скажем так но ясно что даже цифра в десять раз здесь не будет преувеличения но к сожалению исследований научных детальных на эту тему мне не попадалось ведь тем не менее при таких вот условиях советский союз умудрился в годы войны выпустить боевые техники и вооружение в три раза больше чем все европейские страны фашистского блока вместе взятые и также я в указанных 11 публикациях подчеркнув что перед сталинским экономическим чудом времен великой отечественной войны меркнет даже сталинское экономическое чудо времен индустриализации это дало советской пропаганде возможность много десятилетий убедительно нести демагогию о преимуществах советского социалистического строя а запад что в те годы что сейчас вместо того чтобы компетентно опровергать эту демагогию либо отмалчивался либо в лучшем случае нес не меньшую демагогию о значении поставок по лингвизу и настало думаю время наконец разобраться с этим деталям и что самое интересное я похоже первый кто собрался это сделать и честно говоря не могу понять почему именно мне выпала эта сомнительная честь повторюсь начать здесь нужно с того что в ссср и близко не было никакого социализма а у нас благодаря тому что сталин предал что коммунистическую идею что дело коммунизм был классический политаризм но об этом лучше посмотреть в указанном ролике но одну важную деталь нужно указать и здесь политарная экономика отличается что от капиталистической что от феодальной что от рабовладельческой тем что в ней либо доминирует либо вообще является единственной формой собственности общественная собственность на средства производства но это понятно ни разу не является гарантией для социальной справедливости как нас учил и продолжает по сей день учить сталинско-сусловский научный коммунизм напоминаю это псевдо коммунистическое учение продолжает официально исповедовать кпрф напротив что по марксу что по энгельсу что по ленину эксплуатация простых людей коллективными социальными паразитами политаристами или номенклатурой намного хуже их эксплуатации социальными паразитами частными однако не только у частной собственности есть преимущество перед общественной о чем так много любили говорить при ельцине и продолжают говорить правда немного меньше сейчас при путине у общественной собственности на средства производства преимущество тоже есть понятно я сейчас говорю о политарной общественной собственности, а не социалистической или первобытно-общинной. Эти две формы общественной собственности вообще тема отдельного и очень большого разговора. Точнее, у политарной формы общественной собственности перед частной собственностью преимущества два. Первое, о котором мы подробно поговорим именно в этой публикации. В условиях политаризма вся система собственности находится в одних руках. Система собственности в условиях в полной мере сформировавшегося политаризма становится даже не монопольной, а она становится сверхмонопольной. Почти вся собственность при Сталине была национализирована, выжили только небольшие артели. То есть она находилась в руках государства, точнее она находилась в руках паразитического класса номенклатуры, но она находилась в коллективной собственности номенклатуры, а не в частной. Современный исследователь политаризма Юрий Семенов предложил даже систему собственности, сложившуюся в Советском Союзе, в современной путинской России, кстати, называть не общественной, а общеклассовой, с чем я, кстати, полностью согласен. А это позволяло номенклатуре в случае необходимости мгновенно сконцентрировать всю систему собственности на главном направлении. Понятно, сконцентрировать ущерб всем остальным направлениям. Да только в чрезвычайных обстоятельствах это не имеет решающего значения. Лозунг «все для фронта», «все для победы» в условиях Сталинского Советского Союза и близко не был расположен. А он был реальнее, скажем так, чем даже самореальность. Общеклассовая система собственности позволяла номенклатуре даже не в считанные месяцы, а в считанные недели перестроить всю советскую экономику на военный лодок. Самая впечатляющая часть стремительной трансформации советской промышленности – ее эвакуация на восток. За Урал в считанные месяцы были перемещены даже не целые промышленные предприятия, как почему-то любила писать советская пропаганда, а целые промышленные регионы со сложнейшей экономической инфраструктурой. Сейчас будут цифры, поэтому я лучше зачитаю. Всего было эвакуировано с июля по декабрь 1941 года из угрожаемых районов 2593 предприятия. В их числе было 1523 крупных предприятия, из которых 1360 предприятий, главным образом военных, были эвакуированы уже в первые три месяца войны. Из общего числа эвакуированных предприятий 226 было направлено в Поволжье, 667 – на Урал, 244 – в Западную Сибирь, 78 – в Восточную Сибирь, 308 – в Казахстан и Среднюю Азию. В столовые районы было вывезено железнодорожным транспортом более 10 миллионов человек и водным – более 2 миллионов человек. В результате этого перемещения в 1942 году в восточных районах страны стали давать металл 20 новых электропечей, 9 прокатных станок. Общая мощность турбин, введенных в действие в 1942 году, в этих районах стоял 672 тысячи киловаттов. Были введены в эксплуатацию Челябинская ТЭЦ, Карагандийская ГРЭС, Кирово-Чебецкая ТЭЦ. Всего же за годы войны выпуск продукции на Урале вырос в 3,6 раза. В Сибири в 2,8 раза. В Поволжье – 2,4 раза. Но здесь нужно сказать, это общий уровень продукции вырос. В военной, касательно военной продукции, ситуация выглядит не просто куда впечатляющей. Она выглядит намного более впечатляющей. Продолжу зачитывать. Особенно высокими темпами в восточных районах страны увеличивался выпуск военной продукции. Так, в 1942 году, по сравнению с 1940 годом, на Урале он вырос более чем в 5 раз. В Поволжье – в 9 раз. А в Западной Сибири – в 27 раз. И понятно, он рос за счет того, что предприятия не только эвакуировались, но и перестраивались на военный лотов. В советских заводах возможность такой перестройки была заложена изначально. И нужно прямо сказать, что подобные эвакуации промышленности, равно как и подобные меры милитаризации экономики, история цивилизации больше не знает. Этот опыт совершенно уникален. И самое главное, по сей день очень мало изучен. Но его пора начать изучать. Он по праву должен стать достоянием человеческой цивилизации. На Западе ничего подобного не было возможно по определению. Невозможно, поскольку предприятия находились в частных руках. А между транснациональными корпорациями имела место быть беспощадная конкуренция. Общеклассовый характер собственности ЖФССР позволил номенклатуре не просто осуществить, а невероятно быстро осуществить такое беспрецедентное мероприятие. Но главную роль в советском экономическом суде времен Великой Отечественной войны сыграл даже не общеклассовый характер собственности в СССР, позволивший практически всю промышленность перевести на военные платы и переместить на восток целые промышленные регионы со сложнейшей экономической инфраструктурой. А главную роль здесь сыграл, и я опять повторю свое заклинание, экстенсивный характер советской экономики. И именно это, а не даже общеклассовый характер собственности в те годы стало главным преимуществом советской экономики надзападной. И именно это, кстати, здесь самое интересное. Поскольку в нормальных обстоятельствах экстенсивный характер экономики – это не преимущество, а это недостаток. Но в чрезвычайных обстоятельствах это оказалось даже не просто преимуществом, а решающим преимуществом. О том, почему так произошло, мы подробно поговорим в следующей публикации. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите в подсказке и на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok